Привет, прекрасные! Я с чеком. Это значит, что это второй выпуск рубрики «Макияж до 1000 рублей». Это будут продукты из магазина «Золотое яблоко». В прошлый раз это была подружка. Чек у нас на 949 рублей 50 копеек. Это с учётом скидок, которые у меня есть в «Золотом яблоке». Всего у нас будет 4 продукта. Будет универсальное применение их, потому что мне, как всегда, не хватило на карандаш для бровей. Поэтому давайте начинать. Я смотрела бренд «Ламель». Мне нравится тональная основа, знаете, чем? То, что она маленькая. Это значит, что, в принципе, продукты не очень дешёвые по факту получаются. Я заплатила за него 295 рублей 20 копеек. Текстура, кстати, не сильно жидкая, средняя. И буду наносить, как и в прошлый раз, всё пальчиками. И этого, мне кажется, не будет очень много. Он достаточно хорошо распределяется. Честно, я не люблю яркие, насыщенные запахи. И вот у него не скажу, что прям мне нравится аромат. Перекрытие у него ближе к среднему. И мне даже очень нравится. Комфортно ощущается на лице. Я его не чувствую. Он такой, как жирненький кремушек. Возможно, это за счёт того, что у меня нанесён уход и крем. Такие ощущения. Но прям приятно. Единственное, что мне не очень нравится, это аромат. А если я его чувствую и он мне не нравится, скорее всего, этим продуктом я точно не буду пользоваться. У нас, конечно же, не хватило денег на консилер. И как и в прошлый раз, я сейчас просто возьму кисть и с помощью тонального средства перекрою вторым слоем синечки. Пальчиком распределяется хорошо. Вот, финиш мне прям очень даже нравится. Кисть от консилера. И просто дублирую наше средство таким способом. Блин, ну запах у меня прям... Запах дешёвой косметики. Я чуть-чуть подразочёрована, если честно, этим фактом. Потому что очень люблю бренд L'Amel и рассчитывала вам его рекомендовать от всей души. Поэтому перед покупкой обязательно понюхайте его. Потому что лежит он очень красиво. Посмотрите, я вот на руке, у меня ещё осталась куча продукта. Как всегда. Не жалею. В общем, в среднем картина, которая сейчас происходит на лице, мне нравится. Он красиво подсветил и выровнял кожу. Но местами, где, видимо, несколько или плотно лежит, что ли, или вот по краю он немножко окислился. И местами на коже тоже есть, где, видимо, много продукта. Он подсох и стал немножко рыженько выглядеть. Тем не менее, если наносить, я думаю, что спонжем самый красивый будет вариант. Надо тестировать. Будет красиво. Мне нравится. Финиш. Всё, всё классно. Упаковка классная. Но ставлю здесь лайк за запах. Следующий продукт. Это румяна для лица. Тоже бренд Lamelle. Но у него оттенок. Но оттенок для румян такой я себе слабо представляю. Поэтому этим мы, как всегда, накрасим брови. Сделаем скульптур. Насчёт губ не знаю. У нас в этот раз появился продукт для губ. Вот. Но в любом случае, мне очень понравился оттеночек. Он правильный, холодный. Давайте уже наносим. Я буду делать это большой, пушистый продукт пигментированный. Ладно. Он неплохо тушуется. Сейчас я сниму на остальные участки лица. И, если что, это всё можно слегка перекрыть тональным. Но я, конечно, не ожидала такого поворота событий. Даже, не знаю, вот попробую так. Могу сказать, что оттенок у продукта красивый. Я, правда, не представляю, как это будет выглядеть в качестве румян. Потому что скульптура такая прям холодная, топовая. Как и обещали, как заявляет. Цвет. Прорисовываем носик. Блин, так красиво кожа подсвечена с этим тональным. Ну, я думаю, что вы меня простите за сильно яркий контуринг на фотографии для фотосессии. Кстати, камеру всё съест, как говорят. Давайте этим же продуктом мы прорисуем складочку века. Добавим в глазику объёма. Мне нравится, что он пигментированный. Я люблю перебарщивать. Это, по-моему, не заметно. Много тонального. Чтобы прям все знали, что я накрашу. Всё. Посмотрите, как уже вообще смотрится красиво макияж. Мы добавили объёмочка глазкам. Ну, и мне нравится, как на глазах смотрится этот оттенок. Этим же продуктом мы нарисуем брови. Как всегда, нам не хватило на них. Ой-ой. Слепо промахнулось. Мне кажется, нашу рубрику можно называть не макияж до тысячи рублей, а макияж одним продуктом. Я реально всё лицо себе нарисовала. Но губы не буду, потому что для губ у нас есть кое-что интересненькое. Хотя можно было бы бахнуть и губы. Шикарно. Очень хочется гель для бровей. Но я думаю, брови мы нормально начнем оформлять, когда у нас будет рубрика до 1500. До 1000. Ну, невозможно взять всё. К сожалению, как бы я не старалась. Хотела быстро и эффектно. Растоп. Следующий продукт в нашей четвёрке супергероев. Это карандаш для губ за 148 рублей 50 копеек. Это со скидкой. Это бренд Wet n Wild. И у него космический холодный бордовый. Такой немножко фиолетовый цвет. Я брала его, конечно же, с расчётом на тон. Мне хотелось добавить цвета, потому что прошлый макияж. У нас был цветной. У нас были румяна. И я подумала, что в этот раз хочется сделать яркие губы. Цветные, хотя бы. Я наношу макияж. Получаю, в принципе, румяшки. Но, скажу честно, я вот люблю, чтобы румяна были румяными. Также я только что румянами рисовала брови скульптором и была довольна. Так. Карандашом для губ. Это у нас оттенок. Неизвестно какой. 715. Я добавила света нашим щёчкам. Не знаю, даже на глаза. У меня появилась красная. Давайте рисовать губы. Мне нужны зеркала. Что хочу сразу сказать про карандаш и прямой кривой контур. Я не очень люблю карандаши в дереве, но учитывая стоимость 149 рублей, грубо говоря, все карандаши в дереве, пластики мои любимые гелевые не находятся. Тем не менее, он наносится очень мягко. Я его поточила. Наверное, лучше так красить и потом говорить. Хотелось мне скреативничать, но, как всегда, у меня получается классический нюдовый нюд. Просто бюджетными продуктами. Карандаш, кстати, обратите внимание, по сравнению со стандартными. В магазине девушка сказала, что там не такой грифель за 150 рублей, там не такой грифель, он там где-то в какой-то момент заканчивается. Зачем? Почему? Учитывая то, что мы сидим там перед зеркалом, обязательно куда-нибудь тыкнемся. В общем, загадка. Покрытая мраком, тем не менее, очень приятно, симпатичный цвет и не царапает. Роскошно. Но если вы думали, что это всё, это не всё. У нас есть ещё один продукт. И на финалочку я оставила лайнер для стрелок от бренда The Lord Design в сумму 271 рублей 80 копеек. К подводкам я отношусь скептически. Хороших встречала буквально одну за всю свою жизнь. И у меня получилось открыть его быстро. Давайте посмотрим. В магазине мне понравилось. Здесь мне нравится тоже. Давайте рисовать сразу стрелки. Например, девочки, простите, я рисую в экран. А это худшее, что можно придумать. Так, ладно. Да. Второй стрелкой, пожалуй, нарисую в зеркало. По классике. Брови мы поднимаем таким образом. И давайте подведём итоги. Не просто так тональный. Называется вот с этой надписью. Она действительно красиво разглаживает. Кожа подсвеченная, здоровая, сияющая. Я прям... Мне финиш очень нравится. Я вообще не ощущаю на лице. Прям безумно комфортная. Аромат уже выветрился. Новое время нанесения. Повторюсь, в десятый раз обязательно протестируйте. Мэчится ли он с вами. И за стоимость, которую я его купила, 295,20. Это прекрасный продукт, который я могу рекомендовать. Посмотрю ещё, как будет в ходе повседневной жизни моей. Он действует, скатается, не скатается под вечер на моей сухой коже. Но в любом случае, мне нравится. Следующий продукт, который мы наносили, румяна от Lamelle. Они нам обошлись в 234 рубля. И эти румяна в оттенке 404 Taup я использовала как скульптор. Скульптурировала скулы, лобик, носик. Также нарисовала им бровки и пририсовала складку века. Везде он смотрится естественно и натурально. Красивейший оттенок. Очень мягкая такая сатиновая текстура. Сатиновая по ощущению, вот так она матовая. Этот продукт я тоже с радостью и с большой любовью буду вам рекомендовать. И сама его буду использовать. Дальше про подводку. Мы приобрели её за 71,80. У неё необычный такой фетровый кончик. Он, видите, немножко толстенький с заострением. И в целом, самим краешком он рисует. И можно рисовать и вывести тонкую стрелочку. Но мне нужно, наверное, приноровиться. В любом случае, за такую цену это неплохой продукт. Нужно смотреть, как дальше ведёт себя фетр. Превратится ли в мочалочку. И будет ли продукт на самый кончик набираться или нет. Вот. Тоже смогу сказать через время. Подписывайтесь на канал. Расскажу. Вот. И напоследок оставила карандашик. Не люблю деревья. Ведь, тем не менее, он очень комфортно нанёсся. Посмотрим тоже, как будет после еды. Особенно он держаться и смотреться. Карандаш я купила за 148 рублей 50 копеек. И специально для вас взяла ещё второй, чтобы показать оттеночек. Это, знаете, такое маленькое дополнение. Конечно же, второй в сумму у нас уже не укладывался. Я очень долго не могла выбрать, какой цвет взять. И просто ради любопытства покажу вам ещё один. Может быть, такая цена и красота. Карандашик у вас вдохновит. Тоже купить его и краситься. Потому что я смело тоже могу сказать, что он классный. Насчёт стойкости не уверена. То есть он остаётся. Но, знаете, хотите, подправлять. Единственное, что сумку-то у нас такой длинной по месяцу я не гарантирую. Так, давайте сейчас нарисую второй. Второй карандаш у нас в оттенке 664. Рисовала бы вторым карандашом на скорую руку. Немножко продублирую сюда. И мне очень нравится такой яркий летний-летний оттенок. Красотишка. Ну, вторую щёку, допустим, мы просто не видим. Можно эту часть лица не рисовать. Кайфовые карандаши могу смело рекомендовать. Потому что, ну, за такую цену, стойкости от них, опять же, кипер не ждём. Ну, почему нет? Очень красивый, яркий, насыщенный и летний. В общем, здесь, что вам понравилось. Обязательно пишите в комментариях, продолжать или нет. Ладно, нарисую за вторую. Так и будет. Вот. Я всех целую, обманю и обожаю.